Библейский портал экзегет.ру представляет Сегодня на библейском портале экзегет мы продолжаем изучение книги Иова, и сегодня мы будем читать 40-ю главу этой книги. В этой главе содержится 27 стихов. В предыдущей главе Бог задал Иову очень много смиряющих его вопросов, сложных для человека вопросов. А в данной главе Бог призывает Иова посоревноваться с ним, об этом первый и второй стих, «Если тот осмелится в справедливости» – третий стих, «в силе» – четвертый стих, «в величии» – пятый стих, «и владычестве над гордыми» – шестой по девятый стих. Он приводит пример своей силы на одном животном, здесь названном бегемотом с 10 по 19 и далее с 20 по 27. То есть сначала Бог вразумляет Иова образами природы, окружающей Иова, проблемами самой человеческой жизни, потом показывает сложность созвездий, потом возвращает сознание Иова на землю, говорит о разных животных, а теперь Бог начинает говорить и о Себе Самом. И мы читаем первый и второй стих, «И отвечал Господь Иову из бури», то есть Бог собеседует с ним из катаклизмов мира природы, точно так же, как Бог собеседует с нами через катаклизмы человеческой, испорченной, грязной природы, когда идут бесконечные конфликты, войны, взаимные столкновения. И отвечал Господь Иову из бури и сказал, почему Бог использует, чтобы достучаться до сердца человека, катаклизмы природы и катаклизмы даже политической жизни, как Христос говорил, восстанет царство на царство, народ на народ. Потому что люди перестали доверять Слову Божьему, и тогда Бог начинает действовать в жизни целых народов, племен и языков. И отвечал Господь Иову из бури и сказал, «Припаяшь, как муж, чресла твои». Ранее уже встречался такой совет, действительно, для того, чтобы собеседовать с Богом, надо именно припоясаться, вести себя как муж, а не как ребенок. «Припаяшь, как муж, чресла твои, я буду спрашивать тебя, а ты объясняй мне». Здесь немножко непонятно. В окончании предыдущей главы Иов как бы отказался, категорически отказался что-либо отвечать Богу, что-либо возражать Ему. Но Господь продолжает вести свой диалог с Ним. Когда мы начинаем изучать Слово Божие, нам тоже надо припоясаться. Когда мы приступаем к Слову Божию, мы должны проявить мужественную твердость, потому что через Слово Своё Бог собеседует с нами, как сейчас перед нами эти тексты, эти слова Бога, они обращены через Иова к нам, припаяшь, как муж, чресла свои. Здесь возникает естественная аллюзия с посланием к эфесянам, 6 глава, с 13 по 17 стих. «Для сего примите все оружие Божие, дабы вы могли противостать в день злый и всё преодолев устоять». День злый уже начался на этой планете. Сначала эпидемия, теперь военные конфликты, далее голод, далее смерть. И как нам противостоять злобе этого времени? Какое оружие нам нужно? Может быть, эти дьявольские, сатанинские ядерные боеголовки или что-то ещё, для чего мы вооружаемся, мы хотим обезопасить себя? Но слово Божие категорично. «Для сего примите все оружие Божие, дабы вы могли противостать в день злый и всё преодолев устоять». Здесь аллюзия со словами Христа, претерпевший до конца спасётся. «Итак встаньте, припоясав чресло ваше не бронежилетом, истинною и облегшись в броню праведности. И обувь ноги в готовность благовествовать мир, а паче всего возьмите щит веры, которым возможите угасить все раскалённые стрелы лукавого, и шлем спасения возьмите, и меч духовный, который есть слово». Божие. Итак, мы читаем третий стих, где содержится как бы призыв к Иову посоревноваться с самим Богом, если тот осмелится в справедливости, но этот призыв предлагает сам Бог. «Ты хочешь не спровергнуть суд мой, обвинить меня, чтобы оправдать себя». Конечно, в сознании Иова этого не было, но, может быть, не зная о судах Божьих по поводу той конкретной ситуации, в которой он оказался, он пытался рассуждать на эту тему. Теперь Бог как бы предлагает ему соревноваться в силе. Об этом четвёртый стих. «Такая ли у тебя мышца, как у Бога, и можешь ли возгреметь голосом, как Он?» то есть сначала вопрос шёл о судах, теперь о силе. В толковой православной Библии мы находим такое объяснение, порицающий и отвергающий божественное правосудие. Иов не в состоянии взять на себя заботу об охранении правды среди людей. Чтобы быть правосудным, надо обладать соответствующей силой для защиты правды. И, конечно, у Иова её нет. У него не такая мышца, как у Бога. То есть он, человек, не всемогущ, противоположение бессилия Иова в деле охранения правды божественному всемогуществу в данном отношении представляет несомненные доказательства того, что Бог правосуден. Он справедлив и он силен отстоять и защитить свою справедливость. Дальше как бы предлагается Иову со стороны Бога соревноваться величия. Об этом пятый стих. Украсть же себя величием и славой, облекись в блеск и великолепие. Но что такое человеческое великолепие? Что такое человеческое величие? Верх человеческого великолепия и величия это, когда нечестивый Ирод сидел на троне в золоте и все кричали «Ты как Бог!» и кровь потекла из этого человека, из всех отверстий его тела и он рухнул. И далее Бог предлагает со-соревноваться в ладычестве над гордыми. Может ли Иов укращать тиранов, так как это делает Бог, который забирает дух жизни. От Божьего гнева нельзя спрятаться ни в каком бункере, нигде. его суды они могут достать до каждого. Шестой по девятый стих со-соревнования во владычестве над гордыми для суда это совершенно необходимо. Излей ярость гнева твоего, посмотри на все гордое и смири его, взгляни на всех высокомерных и унись их и сокруши нечестивых на местах их, зарой всех их в землю и лица их покрой тьмою. Тогда и я признаю, что десница твоя может спасти тебя. В Псалтире 93-й Псалом 2-й стих сказано «Восстань судья земли, воздай возмездие гордым». В книге Притч 16-19 «Лучше смиряться духом с кроткими, нежели разделять добычу с гордыми». В послании Иакова 4-й глава 5-й 6-й стих «Ибо вы думаете, что напрасно говорит Писание, до ревности любит дух живущий в нас, но тем большую дает благодать, посему и сказано «Бог гордым противится, а смиренным дает благодать». Далее идет под тема с 10-го по 19-й стих «Господь приводит пример Своей силы на одном животном». Здесь в Синодальной Библии называемым бегемотом. «Вот бегемот, которого я создал, как и тебя, он ест траву, как вол, вот его сила в чеслах его, и крепость его в мускулах чрева его, поворачивает хвостом своим, как кедром, жилы же на бедрах его переплетены, ноги у него, как медные трубы, кости у него, как железные прутья, это верх путей Божьих». Человек всегда думал, что он верх путей Божьих, там, венец природы и так далее, да бегемот даже, созданный Богом, он превосходит во многих отношениях, прежде всего, физически, человека. «Это верх путей Божьих, только сотворивший его может приблизить к нему меч свой», то есть, имеется в виду, день смерти для него предназначен от Бога. «Горы приносят ему пищу, и там все звери полевые играют, он ложится под тенистыми деревьями, под кровом тростника и в болотах, тенистые дерева покрывают его своей тенью, ивы при ручьях окружают его, вот он пьет из реки и не торопится, остается спокоен, хотя бы Иордан устремился ко рту его, возьмет ли кто его в глазах его, проколет ли ему нос багром, это действительно красивое животное, и вот эти уроки в этих образах, в этих картинках, как будто какие-то слайды перед сознанием Иова, для Бога возможно все, Бог хочет достучаться через эти образы и до нас, читающих эту книгу, чтобы распознать ее смыслы. 20 стих «Можешь ли ты удою вытащить Левиафана и веревкой схватить за язык его?» Левиафан понимание древних евреев, это и змей огромный, первозданный, и кит морской, и в каком-то смысле бегемот. Владимир Лоский пишет «Интересно отметить, что ответ Бога на безумные речи Иова оканчивается описанием бегемота, названного верхом путей Божьих, и Левиафана, царя над всеми сынами гордости». Здесь отсылка идет к Иову, 40 глава, 14 стих, и в случае с Левиафаном Иов, 41 глава, 26 стих. «Эти чудовищные животные бескраничная мощь, которых может быть укращена лишь тем, кто их создал». Не только редкостные экземпляры древнееврейской фауны для христианина, который видит в священных текстах нечто большее, чем документы еврейского фольклора, и не хочет низводить богословский гнозис к уровню позитивистической науки демифологизации. Для него огромные существа, показанные Богом, Иову, это поднебесные силы ангелов, мироправителей, ставших в своем бунте против Бога духами тьмы. Показывая Иову господство, которому покорился человек, Бог предлагает ему сокрушить гордыню сатаны, связать Левиафана, чтобы сделать из него игрушку для девочек своих. Тут отсылка к Иову 4.23. Тогда Бог признает, что человек может спасти себя собственными своими силами, что десница твоя может спасти тебя, разве так? Если бы такое произошло, Бог бы это признал. Размеры духовного могущества сатаны, весь объем космической катастрофы, произошедшие вследствие грехопадения человека, все ослепление и вся немощь, сбившаяся с пути свободы, показаны Иову для того, чтобы указать на благостность закона смертного существования, закона необходимого и вносящего порядок в те новые условия, которые установила божественная воля для своего плененного грехом падшего создания. Вот здесь немножко другой взгляд на эти образы, то есть имеется в виду, что мощь, которая господствует в этом мире, это не мощь, проистекающая от силы божественной любви, а скорее мощь злых духов, которые сталкивают человеческие существа друг с другом, сеют смерть. И мы должны на эти вещи обращать внимание. 21 стиха и ниже. «Вденешь ли кольцо в ноздри его?» То есть можешь ли ты бороться с этими демонами и бесами? Будет ли он много умолять тебя и будет ли говорить с тобою кротко? Сделает ли он договор с тобою? Возьмешь ли его навсегда себе в рабы? Станешь ли забавляться им, как птичкой? И свяжешь ли его для девочек твоих? Будут ли продавать его товарищи ловли? Разделят ли его между хананейскими купцами? Можешь ли пронзить кожу его копьем и голову его рыбачью острогою? Клади на него руку твою и помни о борьбе. Впредь не будешь. Что значит впредь не будешь? Ты не будешь уповать на свои силы. Ты не будешь уповать даже перед величием этого болотного существа как образа беса в его мощи. ты должен уповать на Бога, на Творца, который может положить предел любой реальности, даже самый ужасный, самый чудовищный, ибо последнее слово всегда сохраняется за Богом. и в толковой православной Библии говорится «бесполезно и другое средство овладеть крокодилом», а в душе каждого из нас свой крокодил сидит, «бесполезно и другое средство овладеть крокодилом», обращение к помощи копья и остроги, чтобы пронзить кожу и голову, для этого нужно вступить в борьбу с чудовищем, но раз дерзнувший сделать подобную попытку, больше уже не захочет повторить ее. Победное решение за Богом, за Ним последнее слово, в нем мы можем одержать победу, прежде всего над всеми теми бегемотами, крокодилами, орлами, которые обитают в нашей физической реальности, прежде всего в духовной реальности. Не будем забывать об этом. Итак, сегодня мы сделали обзор сороковой главы книги Иова. Если бы мы живы Господь позволили, в следующий раз мы будем делать обзор сорок первой главы этой книги. Сорок первая глава это предпоследняя глава книги Иова. глава